Весь мир знает, что Украина является одним из крупнейших экспортеров аграрной продукции, ведь она имеет плодородные почвы, чернозёмы. Именно поэтому земельная реформа является чрезвычайно важной как для самих украинцев, так и для государства. Все 25 лет независимости прошлые правительства пытались сдвинуть реформу с места, однако лишь сейчас удалось сделать действительно ощутимые шаги, один из которых внедрение электронных сервисов. Отныне все популярные услуги, кроме регистрации земельных участков, можно осуществлять онлайн. Можно заказать выписку, нормативную денежную оценку земли, сведения о собственнике земли в кадастре. Регистрация земельных участков – это последняя административная услуга, которую мы технически уже готовы внести. Также для украинцев, наконец, сделали открытыми земельные реестры, и одновременно проводится инвентаризация земель. Теперь все могут узнать, кто какие земельные участки имеет и на каком основании их получил. В некоторых объединенных территориальных общинах в первую очередь начали с инвентаризации. Отыскали владельцев, которые эксплуатируют землю, но не платят за ее пользование. Результат – поступления по уплате за землю увеличились в четыре раза. Одновременно начали выявлять участки без хозяев, которые не обрабатываются. Более того, инвентаризация и открытый доступ к реестрам уже позволили увидеть скрытую коррупцию, особенно там, где реализованы крупные инфраструктурные проекты. Например, строительство Большой Кольцевой вокруг Киева. Участки моментально были скуплены. Кто скупил? Разумеется, те, кто имел доступ к информации. Как правило, это силовые структуры. Понятно, что там ничего не делается. Они скуплены для того, чтобы продать. До сих пор в Украине еще действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Это существенно сдерживает как земельный, так и аграрный рынок в целом, отмечают эксперты. Отмена моратория и введение свободного рынка земли поможет отечественным аграриям и станет толчком для развития агробизнеса в Украине. Нам не удалось запустить рынок земли. Несмотря на то, что законопроекты были все выписаны, и парламент продлил мораторий. Мораторий был продлен на один год. Я думаю, что осенью мы будем активно обсуждать в обществе этот вопрос. Следовательно, рынок земли необходимо урегулировать прежде всего на законодательном уровне. Для этого необходимо прописать порядок отчуждения участков для общественных нужд, цену выкупа и определить режим эксплуатации земли. Ведь как только появится проект, землю сразу скупят, убежден эксперт Юрий Ганущак. А если будут законодательно закреплены ограничения относительно движения земли, ценообразования и определены четкие сроки пользования, тогда это сделать будет непросто. Еще одна особенность, когда люди устанавливают заоблачную цену. А у нас такое есть. Теперь, начиная с этого момента, это становится налоговым обязательством. Если, например, человек оценил землю во столько-то, значит, плати налог от этой суммы. Сегодня владельцы земельных паёв в Украине получают мизерную арендную плату, самую низкую в Европе, говорит Дмитрий Симашко. Если заработает рынок свободного оборота земли, и крестьянин будет заинтересован в сохранении её плодородия, тогда она сможет стать экономическим базисом для формирования мелкого фермерства. К примеру, говорит эксперт, земельный участок можно будет заложить и получить кредит. Как практикующий юрист я утверждаю, что рынок земли сейчас существует. Те, кто хочет скупить землю, он скупает её нелегально. Теперь скупить большие массивы будет невозможно. Для этого у нас существует антимонопольное законодательство. Оно должно действовать во всех сферах. Никто не заставляет каждого крестьянина продавать землю за бесценок. Уже сейчас органы местного самоуправления имеют право регулировать ставку налога на землю. И самое главное – устанавливать льготы. Это позволит эффективнее управлять землёй. В общем, цель земельной реформы – урегулированный рынок. Самое главное – это конкуренция. Второе – земля эксплуатируется. Третье – платится налог. И четвёртое – социальные вопросы решены. Социальные вопросы – это занятость и развитие сельской инфраструктуры. Итак, одна из самых главных реформ для украинцев – земельная реформа – стартовала. Эксперты уверяют, что говорить об успехе или провале слишком рано. Ведь всё зависит от того, чего государство хочет добиться. Один из самых известных чешских реформаторов – экс-президент Вацлав Клаус, перед страной которого в своё время также стояли подобные вызовы, говорил. «Мы делаем приватизацию не для того, чтобы получить деньги, а для того, чтобы изменить отношения между государством и гражданами, чтобы сделать рынок, который будет работать». По мнению отечественных экспертов, как раз это и нужно современной Украине. Субтитры создавал DimaTorzok